Здравствуйте, ребята! Меня зовут Авраменко Олеся Юрьевна. Я учитель начальных классов средней общеобразовательной школы номер два города Черкеска. И сегодня я проведу для вас урок математики. Для начала давайте посмотрим, с каким настроением вы пришли на урок. Я надеюсь, что у вас у всех хорошее настроение, и сегодня на уроке вам будет интересно, вы узнаете очень много нового и желаю вам успехов. Давайте с вами прочитаем высказывания на доске. За знаниями новыми вперед, открытий много интересных ждет. Эти слова будут девизом нашего сегодняшнего урока. А начнем мы наш урок с минутки чистописания. Посмотрите, нам даны числа 3, 100, 145, 168, 179. Скажите, ребята, в каком порядке записаны эти числа? Правильно, они записаны в порядке возрастания. Посмотрите внимательно, какое число здесь лишнее? Это число 3. Что еще мы интересного знаем об этом числе? Три цвета флага у России, сказка «Три поросенка», картина «Три богатыря». Очень часто это число используется в пословицах, поговорках, крылатых выражениях. Давайте вспомним некоторые из них. С три короба, плакать в три ручья. Что значит с три короба? Это значит наобещать очень многое или наговорить. Что значит плакать в три ручья? Это значит очень сильно плакать. Откройте тетради, запишите число. Классная работа. С новой строчки запишите цифру 3. Давайте с вами образуем двузначное число с использованием числа 3. Получится 33. Образуем трехзначное число. Получится 333. Наконец, образуем четырехзначное число. Получится 3333. Запишите эти цифры до конца строчки, чередуя их. Ребята, люди каких профессий работают с числами? Это программисты, экономисты. Кто же такие экономисты? Экономисты – это люди, которые выполняют различные математические вычисления и операции. А где работают экономисты? Экономисты работают в банке. Банк – это специальное учреждение, которое оказывает людям экономические услуги. Я вам предлагаю, давайте представим на нашем уроке, что мы с вами экономисты. Нам нужно будет выполнить различные математические операции и вычисления, чтобы значение было у нас с вами одинаковое. А для этого я вам буду задавать вопросы, а вы записываете с новой строчки через запятую только ответы. Сколько будет 30 умножить на 10? Правильно, 300. Какое число мы разделим на 300 и получим 10? Это число 3000. Чему равно частное 150 и 3? Оно равно 50. Давайте проверим ответы, которые у нас получились. 300, 3000, 50. Давайте суммируем эти результаты и запишем пример. 300 плюс 3000 плюс 50 равно 3350. Поздравляю вас! Мы правильно справились с первым математическим вычислением и продолжаем двигаться дальше. Очень часто говорят, что математика царица всех наук. Как вы думаете, почему так говорят? Математика царица всех наук, потому что ее используют во всех областях знаний. И мы с вами уже четвертый год путешествуем по площадям, проспектам, переулкам и улицам математики. За это время мы с вами научились очень многому и узнали очень много нового и интересного. И сейчас мы проверим ваши знания. Выполнив следующее задание, мы узнаем, с каким действием мы будем работать на уроке. Итак, сколько будет 500 разделить на 100? Правильно, 5. Сколько будет 400 умножить на 3? 1200. Чему равно произведение 35 и 100? 3500. 950 минус 700 получится 250. 140 разделите на 140 и умножьте на 2000. Мы получим 2000. Произведение 54 разделите на 100. Получится 2. Разность 270 и 70 умножьте на 10. Получится 2000. Посмотрите, какое действие у нас с вами получилось. Правильно, у нас получилось деление. И сегодня мы с вами будем рассматривать это действие. Но для начала давайте вспомним, как называются компоненты при делении. Это делимое, делитель, частное. Давайте вспомним, как найти делимое. Чтобы найти делимое, надо делитель умножить на частное. Давайте вспомним, как найти делитель. Чтобы найти делитель, надо делимое разделить на частное. И как мы с вами найдем частное? Чтобы найти частное, надо делимое разделить на делитель. Давайте с вами вспомним письменные приемы деления на числа, оканчивающиеся нулями, когда в частном получается однозначное число. 150 разделим на 50. Определим, сколько цифр будет в частном. Для этого 150 разделим на 50. Давайте вспомним, как мы можем 150 разделить на 50. Представим 50 в виде произведения двух множителей, 10 и 5. Разделим 150 сначала на 10, а затем на 5. Получится 3. Умножим 50 на 3. Получим 150 единиц разделили. Вычтем 150 из 150. Получится 0. Мы с вами разделили все единицы. Читаем ответ. Частное равно 3. Рассмотрим следующий пример. 190 разделить на 60. Узнаем, сколько цифр будет в частном. Для этого 190 разделим на 60. Получится 3. Умножим 60 на 3. Получится 180 единиц разделили. Вычтем 180 из 190. Получится 10. Это остаток. Сравним остаток с делителем. Остаток меньше делителя. Значит, частное подобрано верно. Читаем ответ. Частное 3, остаток 10. Ребята, чем похожи эти примеры? Правильно, делимое и делитель – это круглые числа. А давайте с вами вспомним, что такое круглые числа. Круглыми называются числа, которые оканчиваются нулем или несколькими нулями. Что еще общего в этих примерах? Верно. В частном получается однозначное число. А какая разница между этими примерами? Правильно, первый пример решен без остатка, а во втором примере есть остаток. Что мы знаем с вами про остаток? Остаток должен быть всегда меньше делителя. Давайте с вами вспомним алгоритм, с помощью которого мы решали данные примеры. Определим количество цифр в частном. Найдем частное, как при делении без остатка. Узнаем, сколько цифр разделили. Найдем остаток. И прочитаем ответ. Вы догадались, какая тема нашего сегодняшнего урока? Сегодня на уроке мы рассмотрим письменные приемы деления на числа, оканчивающиеся нулями, в частном которых получается двузначное число или однозначное число. Для этого записываем первый пример. 3240 разделим на 60. Определим первое неполное делимое. Давайте вспомним, как мы определяем первое неполное делимое. Ищем самое маленькое число, которое разделится на 60. Начинаем с высшего разряда. 3 делится на 60? Нет. 32 делится на 60? Не делится. 324 делится на 60? Делится. Значит, первое неполное делимое – 324 десятка. Определим, сколько цифр будет в частном. В частном будет две цифры. Найдем первую цифру частного. Для этого 324 разделим на 60. Получится 5. 5 десятков будет в частном. Умножим 60 на 5. Получится 300. 300 десятков разделили. Вычту 300 из 324. Останется 24 десятка. Сравним остаток с делителем. Остаток меньше делителя. Образуем второе неполное делимое. Сносим 0. Получается 240 единиц. Найдем вторую цифру частного. Для этого 240 разделим на 60. Получится 4 единицы в частном. Ре умножу 60 на 4. Получится 240 единиц разделили. Вычту 240 из 240. Получится 0. Мы с вами разделили все единицы. Читаем ответ. Частное равно 54. Записываем следующий пример. 3570 разделим на 90. Определим первое неполное делимое. Это 357 десятков. Определим сколько цифр в частном. В частном будет две цифры. Найдем первую цифру частного. Для этого 357 разделим на 90. Получится 3. Умножим 3 на 90. Получится 270. 270 десятков разделили. Вычту 270 из 357. Останется 87 десятков. Сравним остаток с делителем. Остаток меньше. Находим вторую цифру частного. Для этого образуем второе неполное делимое. Сносим 0. Получается 870 единиц. Найдем вторую цифру частного. 870 разделим на 90. Возьмем по 9. Умножим 9 на 90. Получится 810 единиц разделили. Вычту 810 единиц из 870. Получится 60 единиц. Это остаток. Давайте сравним остаток с делителем. Остаток меньше делителя. Значит, частное подобрано верно. Читаем ответ. Частное 39. Остаток 60. Ребята, чем отличаются эти примеры? Тем, что во втором примере есть остаток. А чем они похожи? Тем, что в частном получается двузначное число. Давайте познакомимся с алгоритмом, с помощью которого мы выполнили данные вычисления. Определим первое неполное делимое. Определим, сколько цифр будет в частном. Найдем первую цифру частного. Умножим делитель на первую цифру частного. Вычтем результат из первого неполного делимого. Сравним остаток с делителем. Образуем второе неполное делимое. Найдем вторую цифру частного. Умножу делитель на вторую цифру частного. Вычтем результат из второго неполного делимого. Найдем остаток. Сравним остаток с делителем. Если мы с вами разделили все единицы, то мы читаем ответ. Вот видите, ребята, какая сложная работа у экономистов. Но, как и в любой работе, всегда есть перерыв. Пришло и нам с вами время отдохнуть. Вставайте за своих столов и повторяйте упражнения за нашим учеником. Привет! Ну что, разомнемся? Идем на месте. Раз, два, раз, два. Шире шаг. Раз, два, раз, два. Остановились, потянулись и выполним наклоны головой. В одну сторону. Раз, два. В другую. Раз, два. Еще. Раз, два. Молодцы! Раз, два. А теперь, не поворачивая голову, глазками посмотрим вправо-влево. Вправо-влево. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Поморгаем. А сейчас вверх-вниз. Вверх-вниз. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Поморгали-поморгали глазками. Хорошо. Зажмурьте глазки. Раз, два, три. Откройте и посмотрим вдаль. Еще зажмурим. Раз, два, три. И смотрим вдаль. Итак, ребята, чтобы стать хорошим экономистом, нужно хорошо знать математику. Для этого давайте с вами поработаем по книге. Откройте страницу 30, запишите номер 110. Записываем первый пример. 47360 разделим на 80. Определим первое неполное делимое. Это 473 сотни. Найдем, сколько цифр будет в частном. В частном будет три цифры. Найдем первую цифру частного. Для этого 473 разделим на 80. Получится 5. 5 сотен будет в частном. Умножим 80 на 5. Получится 400 сотен разделили. Вычту 400 из 473. Останется 73 сотни. Сравним остаток с делителем. Остаток меньше. Находим вторую цифру частного. Для этого образуем второе неполное делимое. Сносим 6. Разделим 736 на 80. Получится 9 десятков в частном. Умножим 80 на 9. Получится 720. Вычтем 720 из 736. Останется 16 десятков разделить. Образуем третье неполное делимое. Сносим 0. Находим третью цифру частного. Разделим 160 единиц на 80. Получится 2 единицы в частном. Умножим 80 на 2. Получится 160 единиц разделили. Вычту 160 из 160. Получится 0. Мы с вами разделили все единицы. Читаем ответ. Частная 592. Записываем следующий пример. 3340 разделим на 20. Определим первое неполное делимое. Это 33 сотни. Узнаем, сколько цифр будет в частном. В частном будет 3 цифры. Найдем первую цифру частного. Для этого 33 разделим на 20. Получится 1. Одна сотня будет в частном. Умножим 20 на 1. Получится 20 сотен разделили. Вычту 20 из 33. Получится 13 сотен осталось разделить. Образуем второе неполное делимое. Сносим 4. Найдем вторую цифру частного. Для этого 134 разделим на 20. Возьмем по 6. Умножим 20 на 6. Получится 120 десятков разделили. Вычту 120 из 134. Останется 14 десятков разделить. Образуем третье неполное делимое. Сносим 0. Получается 140 единиц. Найдем третью цифру частного. Для этого 140 разделим на 20. Получится 7. Умножим 20 на 7. Получится 140. Вычту 140 из 140. Получится 0. Мы с вами разделили все единицы. Читаем ответ. Частная 167. Дальше давайте с вами разберем задачу. Прочитаем условия этой задачи. За 8 минут самолет, двигаясь с одинаковой скоростью, пролетел 96 километров. Какое расстояние он пролетит за 40 минут, если его скорость увеличится на 2 километра в минуту? Записываем в тетради задача номер 113. Итак, ребята, о чем говорится в этой задаче? Правильно, в задаче говорится о самолетах. А какие виды самолетов мы с вами знаем? Самолеты бывают грузовые, пассажирские, военные. Как мы с вами можем записать краткую запись к нашей задаче? Правильно, краткую запись мы запишем в виде таблицы. Какие опорные слова мы возьмем для краткой записи? Для краткой записи мы возьмем слова скорость, время и расстояние. Но для начала давайте вспомним, как найти скорость. Чтобы найти скорость, надо расстояние разделить на время. А как мы с вами находим время? Чтобы найти время, надо расстояние разделить на скорость. А как мы находим расстояние? Чтобы найти расстояние, надо скорость умножить на время. Давайте заполним нашу таблицу. Какое расстояние пролетел самолет? Самолет пролетел 96 километров. За какое время он пролетел 96 километров? Он пролетел это за 40, за 8 минут. Знаем, с какой скоростью летел самолет? Нет, скорость нам неизвестна. Давайте заполним вторую строчку нашей краткой записи. Какое время самолет будет в полете? Самолет будет в полете 40 минут. Знаем, с какой скоростью он будет лететь, его новую скорость? Нет, новая скорость нам неизвестна. Но мы знаем, что она будет на 2 километра в минуту больше. Что нам нужно найти в задаче? Какой главный вопрос? Главный вопрос – какое расстояние пролетит самолет за 40 минут с новой скоростью? Если мы с вами знаем, что самолет пролетел 96 километров за 8 минут, что мы можем найти первым действием? Верно. Первым действием мы найдем скорость самолета. Для этого мы 96 разделим на 8. Записываем первое действие. 96 разделить на 8. Получается 12 километров в минуту скорость самолета. Посмотрите, ребята, если мы знаем, что скорость самолета была 12 километров в минуту, можем мы найти новую скорость самолета? Можем. Как мы это сделаем? Мы к 12 прибавим 2. Записываем второе действие. 12 плюс 2 равно 14 километров в минуту новая скорость самолета. Теперь мы с вами знаем, что самолет летел с новой скоростью – это 14 километров в минуту. Во время полета он летел 40 минут. Как мы можем найти расстояние, которое он пролетел? Для этого мы 14 умножим на 40. Записываем третье действие. 14 умножить на 40. Получается 560 километров пролетит самолет за 40 минут. Записываем ответ. Ответ. 560 километров. Рассмотрим условия следующей задачи. Ширина поля равна 150 метров, а длина – 100 метров. Найдите периметр и площадь поля. Ребята, о чем говорится в задаче? В задаче говорится о поле. Какие слова мы возьмем для краткой записи? Для краткой записи мы возьмем слова «длина» и «ширина». Что нам известно в задаче? Нам известно, что длина поля – 100 метров, а ширина поля – 150 метров. Что нам нужно найти в задаче? Нам нужно найти периметр поля и площадь поля. Давайте посмотрим. Если мы знаем, что длина поля – 100 метров, а ширина – 150 метров, то какой формы будет поле? Правильно. Поле будет прямоугольной формы. А что мы с вами знаем о прямоугольниках? У прямоугольника четыре стороны. А что мы можем сказать о сторонах прямоугольника? У прямоугольника противоположные стороны равны. Давайте подумаем, как мы сможем с вами найти периметр поля. Мы к длине прибавим ширину и эту сумму умножим на 2. Записываем первое действие. 100 плюс 150 умножаем на 2. Получается 500 метров. Это периметр поля. Давайте вспомним, как найти площадь. Чтобы найти площадь, надо длину умножить на ширину. Записываем второе действие. 100 умножить на 150 получается 15 тысяч. В каких единицах измеряется площадь? Верно. В квадратных единицах длины. 15 тысяч квадратных метров. Это площадь поля. Записываем ответ. Ответ. 500 метров 15 тысяч квадратных метров. Видите, как много мы с вами выполнили сегодня математических операций и вычислений. И давайте выполним несколько интересных заданий. Мы с вами проверим, как вы запомнили все эти знания. Первый вопрос. Частное чисел 4200 и 2 равно 2100. Делимое 4900. Частное 700. Значит, делитель будет равен 7. Значение выражения 800 умножить на 10 разделить на 100 равно 80. При делении числа 323 на 300 остаток будет 23. Остаток должен быть всегда меньше делителя. Посмотрите на доску. Нам даны числа. 367, 30, 450, 1809 и 700. Давайте с вами найдем круглые числа. Мы с вами уже знаем, что круглые числа – это числа, которые оканчиваются нулем или несколькими нулями. Итак, какие же здесь круглые числа? Это 450, 30 и 700. Есть здесь еще круглые числа? Нет, мы нашли с вами все круглые числа. Теперь мы с вами должны будем найти трехзначные числа, которые являются нечетными. Но сначала давайте с вами вспомним, какие числа называются нечетными. Нечетными называются числа, которые оканчиваются единицей, тройкой, пятеркой, семеркой или девяткой. Давайте найдем эти числа. Итак, первое трехзначное нечетное число – это 671. Следующее число – 483. Следующее число – 219. Есть здесь еще нечетные числа? Есть, это 3901. А подходит нам с вами это число? Не подходит, потому что оно четырехзначное. Вот и подходит к концу наш с вами урок. Давайте вспомним, какая тема была нашего сегодняшнего урока. Письменные приемы деления на числа, оканчивающиеся нулями, когда в частном получается двузначное число или трехзначное число. Давайте вспомним алгоритм, по которому мы решали примеры. Определим первое неполное делимое. Узнаем, сколько цифр будет в частном. Найдем первую цифру частного. Умножу делитель на первую цифру частного. Узнаем остаток. Сравним остаток с делителем. Образуем второе неполное делимое. Определим вторую цифру частного. Разделим второе неполное делимое на делитель. Умножим делитель на вторую цифру частного. Результат – вычту из второго неполного делимого. Узнаем остаток. Сравним остаток с делителем. Если мы с вами разделили все единицы, то читаем ответ. А что сегодня мы с вами, ребята, вспомнили на уроке? Правильно. На уроке мы вспомнили название компонентов при делении. Вспомнили, как найти делимое, делитель, частное. Вспомнили письменные приемы деления на числа, оканчивающиеся нулями, когда в частном получается однозначное число. Повторили, как найти периметр и площадь прямоугольника. Вспомнили, что такое скорость, время, расстояние. Вспомнили, как найти скорость, как найти время и как найти расстояние. А сейчас я хочу, чтобы вы оценили свою работу на уроке. Во время путешествия по просторам математики вам было интересно и легко, потому что вы быстро и правильно вычислили все задания и решили задачи. Или во время путешествия вам было интересно, но некоторые задания у вас вызвали трудности. Или вам было скучно, так как вы медленно решали и не справились со всеми заданиями. Я очень надеюсь, что на нашем уроке вам было интересно. Вы справились со всеми заданиями, правильно сделали все вычисления. Из вас получились очень хорошие экономисты. А сейчас откройте дневники, запишите домашнее задание. Страница 30, номер 109, номер 112. Наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова